Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и я продолжаю играть в шестую Циву. К сожалению, стрима не получилось сделать, поэтому я выкладываю такими небольшими сериями по-быстрому, чтобы можно было вам показывать. Если вы начали не сначала, то лучше посмотрите первую серию. Так, ваш делегат Сазиген узнал, что правительство Японии слилось на Античную Республику. Ну что, ставлю тут город. Мне кажется, тут неплохо будет с таким количеством ещё этих. Блин, как они называются? Оазисов. Так, кто-то построил чудо. Пирамиды, блин, а я только хотел пирамиды построить в пустыне. Так, вот священное место готово. Теперь надо святилище. Вот смотрите, как работают районы. Во-первых, они сами по себе дают веру. Но, теперь, когда построится святилище, я смогу сюда посадить человека. И он будет, по-моему, 8 очков давать, что-то такое. И, кстати, у меня сейчас ещё больше 100 очков идти на великого пророка. Сейчас давайте святилище пока построим. Здесь монумент. Так, ну, мне нет смысла, наверное, лечить. Это всё равно войны Кабула. Лучше побольше места исследовать этими юнитами. Отправлюсь сюда. Ой, 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 что я отправил? Дуболома. Ну, в принципе, пускай он в Аргасе и останется. Так, и здесь я снова... Ну, количество городов никак не влияет на технологии. Вот смотрите. 134... Ну, ладно, эту я открываю. Давайте вот какую-нибудь... 184 наука, да? 184, 184. И то же самое касается социальных политик. Что тут вот? 184, 184. Я сейчас поставлю город. И... Наука так и останется. Подожди, что-то я не то смотрю. Вот 184, 184. И здесь 184, 184. Так что, похоже, шестая цива про то, как поставить как можно больше городов. Так, куда мы скаута отправим? Давайте куда-нибудь сюда. Так, я афинное производство переключил. Переключил. Хотя еще двух жителей я тут спокойно могу создать. Вообще, надо бы, конечно, рабочих еще поднастроить. Ну, где я близко селюсь? Чувак. Че за претензии? Че это за нападение? Ну, этот конь зря напал. На этот бонус против конных юнитов. У копеечки, у гоплетов. Терракотовая армия, осадная башня. А катапульту я открыл, кстати. А то у меня город-государство хочет катапульту. Так, у кого там повышение? Отличненько. В родосе недостаток жилья. У тебя еще один из двух, вообще-то. Давайте-ка купим. Кстати, Петру надо вам показать. Вообще, практически ничего не изменилось. А-а-а, где же она тут? Вот, по-моему, да. Плюс два пищи, плюс два золота и плюс одно производство от всех клеток с пустынями, кроме поймы рек. Можно построить только в пустыне или в пойме реки без холмов. Надо мне вот эту фигню изучить. Кстати, математика. Так, родос, родос уже производит достаточно пищи. И пирамиды уже кто-то построил. О, это кто? Норвегия. Ну и почему я с ним не встречаюсь? Что за фигня? Так, ну вот тут еще место для города есть. В принципе. А-а-а, блин, перестал быть. Что за хрень? Рим. Вот фиг ли он меня перекупает там. Так, давайте строителей. Это мы в родос отправляем. Гад. Рим перекупил Кабул. Дочнее, не перекупил, а просто туда отправил. Так, а что Кабул хочет? Вызвать вдохновение для исторических хроник. Построить два кампуса. Да, это я не выполню. Катапульта в Торонто и нанять великого флотоводца. Где катапульта вообще? Что это за... В каком технологии? Инженерное дело. Ага. Ну вот, давайте-ка мы после математики тогда откроем инженерное дело. А, да, я забыл вам в Афинах показать. Вот видите, теперь если мы посадим сюда чувака, он будет давать всего лишь две веры. Восемь веры, это я помню, за Рим играл. Там у меня просто разные бонусы были еще. Вот, кстати, тоже еще не совсем понятно. Аня пишет, сколько очков великого человека. Ну вот у меня сейчас три с половиной очка великого человека за ход. Если я сейчас посажу сюда чувака, все равно три с половиной. То есть, я чисто веру набивать... Плохо. Кстати, можно вырубить лес. И здесь какой-нибудь район еще построить. Культурный мне Акрополь нужен. История. Это версия прошедших событий... Отлично. Математика ускорилась. Ну вот тот, кто построил пирамиду, он, по идее, и Петру может построить. Потому что пирамиды только в пустыне строятся. И Петра только в пустыне. Так, Акрополь построен. И теперь я могу амфитеатр, например, построить. Сначала возяную мельницу. Отлично. Рыбацкие лодки можно строить сразу. Круто. Так. Что мы в Эфесе построим? Трирему. Там, по-моему, была галера. Сядем в Родос. В Родос. Родос. Колосс Родосский. Родос, значит, правильно. Достаточно жилья в пергаме. Вообще, вот, Рим так... Из математики вы ничего не можете. Так, да сколько будет строиться... Так, да сколько будет строиться... Так, еще рабочего. Нет, давайте-ка мы тут построим Акрополь. Акрополь, Акрополь. Блин, вот, на месте меди плюс три будет. Давайте-ка тут построим. Удалит медь и удалит Родос. Что поделать? И... Тут Акрополь построен. Давайте центр коммерции. Нам нужны караваны. Так, здесь только вот, где плюс два бонус, кстати. Нормально, удалит болото. А вот еще плюс два я могу купить эту клетку. Да ну, удалим болото. Чтобы собрать жатву скрабов, надо навигацию по звездам открыть. Тогда рыбацкое судно. Это бонусный ресурс. Не ресурс роскоши, а просто бонусный. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке Двагис. Двагис – международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии Двагис, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на двагис.ру и скачивайте карту интересующего вас города. Под любую платформу Двагис, если быть точным. А, все, Кабул забрал обратно своих юнитов. Думаю, что-то у меня юнитов так стало мало внезапно. Что тут построено у него? Развлекательный комплекс. Колизей. Это чудо, что ли, Колизей? Все, я сразу закончил развлекательный комплекс у себя. В Афинах. Давайте еще кампус построим. Либо тут плюс два, либо тут. Давайте тут. Он как раз защищен будет от нападения. Вот здесь, наверное, город надо будет еще поставить. Он хочет красители за 86 денег и право прохода? Так, 130 предположим. То есть, я ему, видимо, увеличил за счет пряности счастья в каком-то из городов, да? У меня-то пряности два. С радостью приветствуем вашу делегацию. Я только не понял, почему, типа, считается, что я не встретил... Если убивать это естественно, то почему людей этому обучают? Наверное, типа, потому что это были юниты города-государства. Поэтому считается, что как бы не я встретил, а юниты города-государства. Видимо, так. Не будем менять пока. Так что надо находить норвежцев сейчас. О, может быть, могу отправить послан. Стану я опять союзником. Да, надо в Кабул отправлять. С другой стороны я могу отправить в Нанмадол и сразу двух пол... Знаете, мне надо в Нанмадол, потому что он еще и культуру дает. Так, ставим тут в защите. Здесь мы все обработали. Пастбище давайте теперь. Я хочу посмотреть, могу ли я еще что-то строить на районе сразу. Основан второй торговый пост. Завершение торгового пути позволило вам создать торговый пост в Афинах. А, то есть у меня прекратил в Аргас бегать этот чувак, да? Ну, давайте теперь в Спарту. Тем более, что он три еды будет давать. Ну, это не новое. Это просто вернулся. Надо коммерческий район, видимо, строить, чтобы больше было. Так, давайте амбар. А этой поплывем исследовать. Ну, естественно, в океан невозможно выплывать. А вот так плавать можно. Да, ничего не могу я тут строить. Ну, давайте тогда... Так, уже тоже конец. Давайте вот здесь шахты построим. Какой... Какой прекрасный язык. Ну вот, видите, как только я... Встретился со своим юнитом... Ну вот, и мне показало его... Город. Столицу. Принь, всего три жителя. Вот почему мне его показало столицу, а других не показываю. Так, пятерых я нашел, и еще четверо. Норвегия осудила недостойные действия Конго. Значит, там где-то за норвеж... За норвежцами Конго будет. Слушайте, тут за Римом уже все, конец. Интересно, сколько у него городов. Кстати, это невозможно посмотреть никак. Или можно? Так, этот пообещал близко не селиться. А, все-таки можно посмотреть его города. Раз, два, три. Четыре города у него. Что у нас с Англией? Три города. Ее невозможно попросить не селиться близко. У Испании тоже три города. И у Японии тоже три. А я тут расселяюсь что-то. Может, все-таки есть какие-то ограничения? Но вот и Великий Пророк у меня появился. Или нет? А почему вот у меня... Типа нехватка, а я могу нанять. В нашей земли прибыл Великий Пророк. Так, я могу основать религию только в священном месте. То есть, мне надо этого Пророка сначала перекинуть. Слушайте, как-то он лиц поставил прямо к Японии. Англия. Очень странно. Основать религию. Так. Ну, возьмем... Банальное что-нибудь. Иудаизм. О, у меня тут немного осталось. Мощи. Реликвии утраивают получаемую веру и туризм. Продавая дисциплина. Производство от каждого последователя. Святилища и храмы дают по одному жилью. И плюс одно довольство в городах с двумя специализированными. Давайте, наверное, производство возьмем. Ну, по традиции с пятой цивы. А теперь верование религии еще. Ближайший город влияет. Нет. Монашество. Поражения в теологических битвах не сказываются на уровне влияния вашей религии. Крестовый поход. Боевые юниты получают плюс 10. Нет. Фанатичные проповедники. Религиозные юниты игнорируют стоимость перемещения по любому. Это прикольно. Религия распространится на 30% дальше от городов. Стоимость миссионеров на 30% дешевле. Плюс одна культура за каждых пять последователей этой религии в других городах. Плюс одна... Плюс золото за каждых четырех последователей. Я бы что-нибудь на культуру, конечно, взял. Каждое священное писание, театральная площадь в городе... Нет. Священное место и театральная площадь дают плюс одну веру или плюс одну культуру соответственно. Ммм. Вот это и возьмем. Так. И я могу сразу в Афинах купить за веру миссионера. Я даже сразу еще одного могу купить. Он появится в центре. И, по-моему, больше все. Да. Пока больше не могу. Пойду распространять веру в свои города. Так, давайте искать теперь Конга, которого норвежцы говорят, что им нельзя верить. В эфисе недостаточно жилья. Ну, тут сейчас амбар достроится. Так. Я построил театральную площадь. Теперь я центр коммерции хочу построить. О, плюс три. Потому что река, центр города и рядом еще один. Хотя вот тут еще можно. Тут за одно болото уберем. Да, давайте лучше... Так, что у нас обрабатывается? Все нормально у нас тут обрабатывается. Подождите, три двенадцать, а если так, четыре одиннадцать. Нет, давайте так. Быстрее построиться, и я смогу туда переключиться. Так. Что у нас здесь? Лимит жилья, довольство. Вот так сделаем. Давайте великого ученого или великого писателя. Давайте глянем, что у нас тут дают. Значит, ученый даст озарение для двух случайных технологий и одно вдохновение для случайного социального института. Ну, ничего так. А писатель? Литературное произведение. Его уже кто-то... Давайте тогда на ученых поставим. И я, наверное, поселенцев уже уберу. Пока хватит мне городов. Бонусы. Производство чудес. Два золота от торговых путей. Вот я хочу либо плюс одно производство во всех городах, либо плюс одно к жилью. Давайте, наверное, вот жилье. Так, нет. Я два влияния поменяю, потому что я уже посадил послов. Так, теперь надо быстрее влияние набирать послов в тех городах, которые я уже нашел. Так, отправлю. Что у нас в Торонто? Вот, я Торонто могу стать союзником сейчас. Кабу. Торонто. А Нанмадоли... О, Нанмадоли я лучше стану союзником, потому что там культуру дает. Все, стал союзником. Хотя могу провести мобилизацию, но как-то дорого это стоит. Ваши районы на побережье или возле него дают плюс две культуры, блин. У меня, по-моему, нету ни одного района. Пока на побережье, только города. Так, пошли распространять религию. Этот в Спарту. Конго, Конго, где ты? Выходи. А, подождите. Осло, это не столица. Мне просто показали этот город почему-то. Столица еще неизвестно где, норвежская. Что построено? Колизей построен. Нормальные люди считают, что если не сломано, не чини. Инженеры считают, что если не сломано, значит недостаточно улучшено. Интересная идея. Оборона страны гораздо важнее, чем богат. Так, давайте военную тактику ренавигацию по звездам. Так, ренавигацию по звездам здесь. Население города до 10 доведите. Постройте. Ну вот Афины я скоро доведу до 10. Через два хода. И 6 ферм. Давайте ферму построим. Так, что у нас с религией? Так. Открыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, вот тут у нас племенное поселение. Не смогу я его, конечно, забрать. Так, давайте еще миссионеров купим. Тут два последователя, тут пять последователей. И это еще не столица. О, город-государство найден. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создать Акрополь. Я ж уже... А, ну, то есть я скоро создам как раз Акрополь и выполню задание. Акрополь этот хочет флотоводца и катапульту. Где этот Акрополь? Или я уже везде построил, блин? Ну, слушайте, они быстрее города отъедают, чем я, свои. Смотрите, Рим 10 уже. Что-то я, может, неправильно делаю? О, я еще Иерусалим встретил. Что он хочет? Нанять великого торговца. Так, вспортия иудаизма. Теперь этого в Эфес отправим. А этого в Пергам. Это прям внутреннее море, наверное. Что-то мне так кажется. Кстати, теперь на территорию городов государства даже встать нельзя, видите? Я не могу выбрать возможность сюда зайти. Только если они в друзьях как-то там. Хотя бы посланник есть. Хоть какой-то. 2,4 культуры получаем. Мне бы... Или делать упор на культуру, в принципе. Мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда. Налогоплательщик это тот, кто работает на федеральное правительство, но не обязан сдавать экзамен на должность госслужащего. Одно удовольствие в городах с гарнизоном. Каждый город получает плюс одну культуру за каждой построенной... О! Так. Во-первых, Агога надо сменить. Так, великих ученых. Два влияния в ход, плюс одну к жилью. И пока рабочих оставим. Плюс 30. Кстати, а в правительстве новых не появилось? Не появилось. 16 очков, 5 очков влияния в ход. О, Гримм нарушил обещание СОЯ. Давайте его тогда осудим. Ну, офигли. Так, пожалуй, надо перебросить гоплитов в Аргас. Дальше ученичество, наверное. А социальный институт, два храма. Уничтожьте врага, помощь квадриремы. Постройте шесть ферм. Давайте божественное право. Тут я кампус построил, да? Теперь могу библиотеку построить и древние стены. Давайте центр коммерции. Видите, тут под районом, его здание под районом. Давайте библиотеку, наверное, сначала. Вот это он фигню уже какую-то обрабатывает. Лучше две веры. Это мы залочим. Так, отлично. И вот это фигня. Сейчас на кампус включим. А для этого город-кампус мы вот тут можем построить. Осень туризма вход. Правда, не знаю, из-за чего. О, я в средневековье вышел. Нанять великого писателя. Ладно, пока на этом эта серия завершена. Опять же, продолжение скоро будет. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.